Добрый вечер, чат-активист! С вами сегодня буду я, Жанна Ботта Мухтар Аблязов. Чуть позже после меня выступит. И я надеюсь, меня хорошо слышно. Да, спасибо. И мы сегодня будем говорить о том, что такое политическая борьба. Как люди приходят в эту политическую борьбу. О том, как она отличается от гражданской деятельности. Да, поговорим о том, как выросло наше общество за этот год. Как изменило общество именно политическая борьба. К чему приводят такие изменения, к чему могут привести и обязательно приведут. И почему именно сейчас создают эти клоны власти. Потому что за тот период, который мы ведем с вами вместе, политическую борьбу. На самом деле у нас общество очень сильно сопротивляется. И каждый человек внутренне сопротивляется. Это даже я так себя чувствовала в начале пути. И не может себе представить, что мы на самом деле вступили именно в политическую борьбу. Наше общество не готово это осознать. Многие из вас, несмотря на то, что вы занимаетесь политической борьбой, тоже не осознаете это. И я долгое время тоже не понимала, что на самом деле давным-давно по самые уши занимаюсь политической борьбой. Но мне все время казалось, что я просто пишу правду, там какие-то журналистские вещи. И только тогда, когда уже здесь, в Киеве, я осознала, что действительно это борьба. И действительно это борьба политическая. Для меня многое изменилось. И очень многие вещи стали звучать иначе. И самое главное, что все мои дальнейшие действия и так далее тоже стали звучать иначе. То есть я тоже осознав, что в политической борьбе стало эффективнее. Так же, как и многие из вас. Я хочу сказать о том, что демократический выбор Казахстана с первой минуты, с первого дня заявлял исключительно политические цели. Смена режима Назарбаева и демократический выбор Казахстана с первого дня говорит о том, что мы придем к власти. Мы сменим этот режим и мы сменим его на парламентскую республику с демократическими основами и так далее и тому подобное. Соответственно, заявив политические цели, мы все стали политическими оппонентами власти. И, соответственно, каждый из тех, кто принял для себя эту программу, каждый из тех, кто примкнул к нашему движению осознанно, каждый из тех, кто выходил на площади и так далее, является политическим оппонентом, политическим активистом и занимается именно политической борьбой. В чем суть именно политической борьбы? Дело в том, что люди, которые осознали, что стране нужны перемены и сделали за этим какое-то действие, присоединились к нашим акциям, вышли там на площади, взяли голубой шар, все это мы с вами за год прошли, постоянно говорим о наших целях. То есть мы уже являемся частью этой политической борьбы. Мы эту политическую повестку развиваем, усиливаем, доказываем ее жизнеспособность, доказываем, что только через такие действия можно сменить режим. И развиваем наших сторонников, призываем вступить других людей в нашу организацию и становимся больше. Только через такие действия, только через самого себя пропуская именно эти вещи осознать и выйти на площадь. Возможно, никто из вас тоже до сих пор не задумывался, что участвует в политической борьбе. Вот, например, Айгуля Кберды. Она обычная домохозяйка. Она поддержала наши требования, она поддержала нашу политическую программу, экономическую программу, социальную программу. И в результате режим стал преследовать ее, ее мужа, так же, как и многих из вас. Да, многие не осознают, что являются политическими оппонентами режима. Тем не менее, идут на это, потому что политическая борьба – это нормально. Это нормально, когда народ является частью политической борьбы, когда народ участвует в смене режима, когда народ участвует в процессах, жизненно важных процессах страны. И таких, как именно смена власти, в первую очередь всегда участвует сам народ. Именно поэтому мы все неожиданно для себя, в том числе и я, я нисколько не снимаю себя, я точно так же неожиданно осознала, что я участвую в политической борьбе. Раз мы это все осознали, понятно, что это все меняет. Понятно, что осознав такие вещи, мы начинаем задумываться о том, какие цели должны быть у нас, к чему мы должны прийти, какие могут быть последствия политической борьбы и так далее и тому подобное. Именно поэтому режим активно борется с ДВК, больше ни с кем. Именно поэтому режим Назарбаева активно преследует только наших сторонников, больше никого. Потому что именно наши сторонники заявили, мы с вами заявили главную задачу смену этого режима. Все остальные для режима абсолютно не несут никакой угрозы. Именно поэтому они не интересны режиму и поэтому борются только с нами. Я вам предлагаю сделать так, вот мы общались с политиками московскими, с молодыми ребятами и так далее. Вот они себя называют политическими активистами, они не называют себя гражданскими активистами. Они настаивают на том, что они именно политические активисты, потому что они за смену политической власти. И когда они говорят о том, что если я говорю, что я гражданский активист, я могу заниматься какими-то общественными функциями и так далее. Вот как у нас ребята за Кокжи и Ляу, например, ходят. У них нет политических целей, они борются за то, чтобы не сносили эти горы и так далее, чтобы не портили экологию. И у них общественные цели, гражданские цели, поэтому они не являются политической структурой. У нас же с вами совершенно другая ситуация. И это правильно, если мы с вами будем называть себя политическими активистами. Тем более, что если сравнить те ранние протесты, которые были в Казахстане, и те протесты, с которыми выходим мы, они действительно разные. Гражданские протесты и политические. Это отличает демократический выбор Казахстана, допустим, от тех требований, которые выдвигают женщины на материнских протестах. Да, они локально требуют для себя улучшения жизни для своих семей, для своих детей и так далее. В то же время мы, как политическая организация, обязаны поддерживать такие требования, обязаны поддерживать такие сообщества. Но при этом мы, как политическая организация, ставим себе правильные цели. Мы понимаем, что те требования, которые женщины сегодня заявляют, они нереализуемы. Даже при том, что президент сегодня, вчера и каждый день заявляет о том, что немедленно должны быть реализованы пособия. Завтра должна улучшиться жизнь многодетных матерей. Вот буквально только что я смотрела репортаж с его участием, что с 1 апреля жизнь многодетных матерей должна улучшиться. Несмотря на это, вся страна осознает, что требования нереализуемы. Потому что при таком политическом строе такие требования реализовать невозможно. В этом смысле мы с вами так всегда должны себе отдавать отчет, что мы являемся политической структурой, политической организацией и все наши требования носят политический характер. И любая акция, в которой мы участвуем, поддерживаем, либо те акции, митинги, которые мы декларируем, заявляем, они все будут носить именно политический характер. И мы всегда будем требовать основную нашу главную задачу, смену режима, чтобы мы сами могли прийти к власти. И мы сами могли менять эту страну, исходя из тех программ, которые мы уже объявили, исходя из той политической платформы, которую мы заявили. И именно так мы видим будущее Казахстана. Если вы заметили, то Казахстан за этот период сильно изменился. Потому что люди так устроены. Если хотите изменить кого-то, меняйте сами. Это старое требование психологов, которые работают с личностным ростом. Поэтому, когда каждый из нас внутренне меняется, становится политиком, становится на путь борьбы. Понятно, что человек, который изменился и транслирует свои мысли, транслирует свои идеи в общество, он, соответственно, влияет на остальных. И таким образом общество постепенно, постепенно за этот год на наших идеях, именно на том, что вы транслировали своим друзьям, соседям, близким, стало меняться. Потому что это имеет цепную реакцию. Сегодня поделился ты, завтра кто-то еще. Поделились в чатах, поделились в разговоре, поделились на остановке мнением о том, что происходит в стране, и о том, что надо менять власть. И постепенно, постепенно наша страна, наше общество уже приобрело эту политическую повестку. Я думаю, каждый из вас со мной может согласиться, что людей, которые активно нас поддерживают, демократический выбор Казахстана, интересуются нашими программами, интересуются тем, что мы делаем, стало в разы больше. Соответственно, общество у нас политизируется. И политизируется именно с конкретной задачей, что обществу нужна смена режима, смена власти. Соответственно, на все это повлияли ли именно мы с вами, когда вот из этого чата, именно из этого чата понесли наши идеи, наши мысли в народ. Всего лишь год понадобился нашей стране для того, чтобы большая часть населения это поняла, осознала и заинтересовалась. Пока что заинтересовалась теми процессами, которые мы генерим. Сейчас большое внимание происходит, прикованное внимание к нашим роликам, к нашим заявлениям, к тому, что говорит Аблязов, к тому, что мы показываем на наших каналах и так далее. То есть вот это внимание, оно тоже именно вам, благодаря тому, что вы активно действовали, активно позиционировали наши идеи. Вот это внимание пришло. И раз оно пришло, соответственно, какая-то часть общества от внимания перейдет к действиям и начнет вместе с нами продвигать эти политические идеи, приближать их, участвовать в переменах, участвовать в наших митингах и так далее. Несомненно, общество, которое политизируется и политизируется так стремительно, оно обязательно добьется перемен. Это все видит Назарбаев. Он понимает, что раз идет так стремительно усиливаются политические процессы в обществе, он должен как-то уступать. Вот я сегодня с удовольствием слушала на Хабаре его выступление. Видно, как он испуган, видно, как он волнуется. Он понимает, что пока это говорят матери многодетные, это может быть не так страшно. Но когда к этому присоединяются с политическими требованиями члены ДВК, это становится для него громадной проблемой. И вот когда он так торопится и кричит с 1 апреля, каждая многодетная семья должна почувствовать на себе эти улучшения. Это говорит о том, что политические протесты, они имеют свой результат. Это значит, что надо выходить дальше, это значит, что можно требовать больше. И такие вещи раньше он не допускал. Никто из чиновников таких вещей не допускал. Почему они это допустили? Потому что они считают, что материнские протесты не политизированы. Они считают, что материнские протесты, они вот пока крутятся вокруг гражданских идей, вокруг гражданских требований. И надо как можно быстрее купировать этот огонь для того, чтобы они не разрослись и не переросли в политические требования. Вот представьте, точно так же было в Женозене, вспоминайте в 2011 году. Ведь люди стояли и требовали совершенно простых вещей, увеличения зарплат, они требовали нормальной работы, нормального уровня жизни. И в конце концов, когда все это переросло в страшные вещи и так далее, полились заявления политического характера. Но они как бы не нашли силу, не нашли отклика в обществе, не нашли поддержки в обществе. И режим тогда очень хорошо постарался для того, чтобы общество замолчало и так далее. И вот в результате с 2011 года до 2019, вот уже 8 лет тишины. И мы делаем все для того, чтобы прорвать эту блокаду тишины, чтобы каждая сегодняшняя акция, которая возникает в народе, каждое требование, мы должны подхватывать, мы должны расширять, мы должны придавать этому политический характер. Без политических требований ни одни гражданские требования не смогут дойти до своей цели. Ни Кукжейляу, ни что другое, никто не сможет реализовать своих целей до тех пор, пока не начнет заниматься политической борьбой. Кто-то этого не понимает, но мы с вами понимаем. Именно поэтому мы в политической борьбе, а все остальные пока что заняты общественной работой. Поэтому, пользуясь тем, что Назарбаев, опасаясь того, что требования матерей, какие-то еще другие требования политизируются, двигаются и идет навстречу, причем идет открыто, откровенно, нервничая, выдавая свою трусость и так далее, мы можем продолжать усиливать требования в любом направлении. Завтра могут выйти шахтеры, послезавтра могут выйти нефтяники, потом врачи, потом учителя и так далее до бесконечности. Потому что Назарбаеву страшно. Ну раз он пошел навстречу матерям многодетным, и он сегодня каждый день с каждого утюга вещает о том, что должны быть улучшения. Значит, должны быть улучшения у всех остальных, значит, должны быть улучшения и там, где тяжело живется инвалидам, пенсионерам, извините, заключенным надо помогать, потому что их там пытают. Значит, можно по всем направлениям сегодня выдвигать такие требования, и они должны будут работать. Видите, он двигается, он говорит, да, я быстро буду все это исправлять, кричит на своих подчиненных, увольняет правительство, выделяет деньги какие-то, каждый день говорит со своих экранов о том, что нужно все исправить. Значит, он этого боится, значит, это все работает. И раз работает, надо это использовать, и надо дальше выходить с разными требованиями. Я, конечно, подозреваю, что такая забота Назарбаева о многодетных матерях, то есть сначала он говорил о том, что с 1 июня должны будут заработать все программы, но теперь он решил ускориться, и все эти программы должны заработать у него с 1 апреля для многодетных матерей. То есть, когда он говорит, что 530 тысяч семей и 830 тысяч матерей многодетных, они должны немедленно начинать получать помощь от государства, и причем прямо с 1 апреля должны почувствовать на себе улучшение, я, конечно, подозреваю, что это связано с предстоящими выборами, но об этом расскажет Мухтар Аблязов подробнее, я все-таки пока вот в этой теме хочу еще пообщаться с вами. Так вот, мы делаем для нашего общества, мы преподаем замечательный урок своими вот этими требованиями, когда мы каждый раз усиливаем чьи-то требования, например, вышли мамочки, да, мы усилили их требования в нашем присутствии, политическими требованиями. Наши мамочки там стояли и кричали, женщины многодетные, Кетсон, еще что-то, Шалкет и так далее, да, и требовали именно ухода Назарбаева. Когда мы таким образом обществу показываем, что мы усиливаем их требования своим присутствием, общество по неволе научится действовать точно так же, общество наше по неволе тоже станет политизироваться, потому что будет видеть результаты. На сегодняшний день уже большое количество людей осознали и поняли, что можно выходить на протесты, да, несмотря на то, что нас преследуют и так далее, но выходить можно. Об этом люди задумались. Сегодня огромное количество людей поняли, что когда они выходят на протесты, что-то начинает меняться, происходят какие-то движения там, даже вот смена правительства, да, это тоже большой сигнал для страны, особенно для простого неполитизированного населения. Они понимают, что это сильно взволновало Назарбаева, именно повестка материнская, и он двигается до такой степени, что даже быстро, стремительно меняет свое правительство. Накануне съезда Нуратан готов выглядеть ужасно и там, так сказать, человеком, который потерпел поражение, провальное свое правительство признать, лишь бы только общество не шумело. И понятно, что, глядя на все эти вещи, они будут постепенно, постепенно будут узнавать о том, что требования политические все-таки сильнее гражданских, и они будут присоединяться к тому, что мы с вами делаем. Для нас это очень важно, именно мы сегодня учим всю страну сопротивляться этому режиму. Таким образом собирается критическая масса, именно через это все набирается критическая масса несогласных. Критическая масса людей, готовых выходить с политическими требованиями, и такая критическая масса всегда является проблемой для режима, и в конце концов, под давлением необходимой критической массы режим падет. То есть нас совсем скоро станет больше, это очевидно. И людей, готовых выходить, осознанно выходить и бороться, тоже станет больше в разы. Это тоже очевидно. И естественно, когда такая критическая масса собирается, все режимы перестают существовать такие, и мы всегда это видим с вами, на примере Армении мы видели. У нас очень много шансов сменить режим мирно, только лишь присутствием определенного количества людей, когда их будет много, тогда у нас режим Назарбаева растворится просто, и они будут все бежать. И я уверена и считаю, что мы стремительно набираем обороты, и это время приближается каждый день. И все это зависит, опять же, от нас с вами, от нашей активности, от того, как неуклонно, последовательно мы будем продвигать наши задачи, цели, продастить это в общество для того, чтобы люди пропитывались нашими идеями, для того, чтобы люди осознавали необходимость перемены. Это все очень скоро проявится в том большом количестве людей, которые нас поддержат. Для того, чтобы вот этот весь накал, для того, чтобы вот эта вся энергетика протестная не пропала, для того, чтобы не остановилась, для того, чтобы продолжала набирать обороты, мы тоже с вами постоянно должны быть активными, политически активными. Мы должны еще больше активными стать, в разы активнее. Это вот сейчас вот нашим ячейкам я говорю, что каждый должен инициировать какие-то действия, какие-то акции и так далее, выходить с ними, самостоятельно что-то делать, самостоятельно что-то генерить и так далее. И тогда общество все больше и больше будет пропитываться, и глядя на нас, к нам будут приобщаться другие люди, и нас будет становиться больше. Поэтому отрицать, что эта сила имеет вот, ну, так сказать, рост и рост такой геометрической прогрессии, я считаю, что бессмысленно. Но удержать эту силу можно только одним способом – продолжать акции, постоянно тренироваться, постоянно усиливать требования и постоянно быть на виду у всей страны. И когда мы будем постоянно на виду у всей страны, страна привыкнет и поймет, что надо приобщаться стремительно и стремительно нас поддерживать. Тогда все быстро и мирно изменится. Почему именно сейчас в стране появилось такое количество людей, желающих бороться с режимом, которые заявляют о себе как партии, которые говорят о том, что вот они там либо двигают манифесты политические и так далее. Потому что Назарбаев понимает и видит, что наша политическая повестка расширяется, что география наших протестов тоже расширяется, что все больше регионов вовлекаются в нашу борьбу. И поэтому, конечно, они создают в пику нашему движению свои гражданские организации, которые пытаются людей неуверенных, тех людей, которые еще не приняли решение, не осознали, что только политическая борьба может привести к целям. Этих людей они пытаются переманить на свою сторону такими мягкими формами, такими мягкими целями, когда они говорят, что мы не революционеры, мы конструктивная оппозиция, мы хотим мягких разрешений проблем, то есть мы требуем, чтобы ушло правительство. То есть именно в этот момент появляются такие люди и всегда накал общества сбрасывают через такие вещи. Вспомните, какой был высокий накал общественный, когда убили Дениса Тен. Это был высочайший общественный накал, власти это видели, они понимали, что все очень сложно, и они немедленно запустили такую повестку отставки генерала Косымова, отставки этого начальника МВД. И общество очень долго кипело, очень долго кипело и требовало отставки, дали покипеть, дали перекипеть, дали создать организации, дали создать всевозможных лидеров, которые с этой повесткой вышли и требовали отставки к Мухаммеду Косымова. И потом все эти пары на тормозах, так сказать, спустили, собрали в Астане пару форумов, в Алма-Ате собрали какие-то собрания, организовали первичные организации, ячейки. Вот вспомните, как у нас Геннадий Крестьянский активно двигался на эту тему и потом сдулся. И все, и забыли эту повестку. И чем это все закончилось? Общество затихло, а генерал Косымов пошел на повышение и стал правой рукой Назарбаева в Совете Безопасности. А Совет Безопасности сегодня, как мы знаем, имеет статус, председатель Совета Безопасности, имеет статус даже выше, чем президент страны. Теперь, когда пошли материнские протесты, когда случилась трагедия в Астане, когда погибли девочки, вот эта трагедия, она положила начало всем возмущениям женским, когда женщины многодетные вышли и начали требовать улучшений для себя. И вот эту трагедию, эти требования, вернее, этих женщин остановить не удалось, как требования отставки на Косымову. Почему? Потому что там никто никуда не выходил. Люди в сети писали какие-то петиции, да, выезжали на какие-то форумы правозащитников и требовали реформы МВД, требовали отставки Косымова и так далее. Дальше бумаг, дальше, и, кстати, по реформе МВД тоже та же самая Айман Турсенкан писала полотна требований, полотна материалов, которые выкладывали, декларации всевозможные, которые обсуждал народ и так далее. То есть туда все и ушло. И сейчас чем отличается ситуация? Тем, что мамочки-то вышли на улицы, и здесь совершенно другой расклад. И эти мамочки, они не просто вышли, они со своими требованиями, они постоянно объединяются, приходят в какие-то чаты, они постоянно создают проблемы вот этим нашим чиновникам, полицейским и так далее. То есть они активны, они объединились, и их требования не перестают звучать. Даже после съезда Нурсултана Назарбаева, после съезда партии Назарбаева, после того, как Назарбаев пообещал огромные деньги выделить на все это, все равно не перестают кипеть, потому что точно знают, что это все не изменится. Точно знают, что до них никакие деньги и улучшения не дойдут. Таким образом, постоянно будут стараться сбросить пар, постоянно будут стараться в пику нам, в пику тем же даже протестам материнским сбросить пары, будут создавать какие-то партии, будут создавать какие-то организации, которые будут заниматься якобы их вопросами. Вот, например, 9 марта некая женская партия под названием «Наше право», которую возглавляет женщина, Санавар Закирова, насколько я помню, вот, и она декларирует, что у нас есть права, мы за то, чтобы права были у каждого. Она говорит сразу о том, что мы против революции, мы против переворотов и так далее. Она за то, чтобы было все рассмотрено в рамках правовых, и точно так же, как Айман Турсенкан заявляет, что будут они действовать только в правовых рамках, в рамках правового поля. То есть эти люди, создаваясь, вот сейчас они туда, значит, собирают матерей многодетных, она заявляет о том, что она тоже мать, о том, что она тоже пострадала и так далее от режима и тому подобное. То есть эти люди будут стараться увести внимание общества, увести внимание народа от политических требований в какие-то гражданские инициативы. И даже какая-то часть этих инициатив будет реализована обязательно, потому что у государства есть такая задача, у режима стоит такая задача. Обязательно реализовать часть требований, чтобы люди понимали, именно в гражданских требованиях будут реализованы какие-то задачи. А допустим, когда вы переходите к политическим требованиям, значит, мы вас будем преследовать, мы вас будем хватать на улицах и так далее. Но мы все знаем, что вот эти разовые вливания, они все не работают. И знают это уже даже мамочки, которые очень сильно сторонились политики. Вы помните, как начинались эти чаты, и которые сейчас, многие из них сейчас присутствуют в нашем чате «Активисты». Еще раз хочу вернуться к тому, что действительно нас будет больше, с геометрической прогрессией будет расти количество сторонников наших еще по одной причине. Все вы помните свой первый раз, когда вас привозили в полицию, все вы помните свой первый допрос, все вы помните, когда первый раз у вас забирали телефоны, тот первый страх, когда вас схватили, посадили в автозак, тот первый страх, когда вы один на один остались со следователем, когда вас посадили перед камерой, когда у вас там начали брать отпечатки пальцев и так далее. И вы помните свой второй раз и третий, и вы понимаете, что второй раз он уже не такой страшный. А в третий вы туда уже идете с открытым забралом, подготовленный. Вы знаете, что можно говорить, что нельзя. Вы идете и даже смеетесь им в глаза. Вы свои телефоны выключаете, очищаете, выбрасываете куда-то подальше, идете с какими-то другими вещами. Вы идете готовы встретиться лицом к лицу с властью. Вы идете готовы встретиться лицом к лицу с произволом, понимая, что будет произвол. И теперь представьте, точно такие же чувства, точно такие же переживания сегодня есть в среде многодетных матерей. Многодетные мамы подверглись репрессиям, подверглись преследованию. Их точно так же вытаскивают в полицию. И что она сделала, эта власть? Она сделала их нашими сторонниками. Потому что человек, однажды получивший прививку от полиции, от беспредела, он перестает бояться эту полицию. Он перестает избегать встречи с ней. Он понимает, как с ней общаться. Он понимает, как противостоять беспределу полиции. И вот только подумайте, какое огромное количество людей получило эту инъекцию. Мы знаем, что более полутора тысяч человек обращались за помощью, не за помощью, а обращались с претензиями, скажем так. Говорили о том, что их задерживали, говорили о том, что у них забирали телефон и так далее. Это только мы знаем. А есть огромное количество людей, которых мы не учли. Есть огромное количество людей, которых просто свозили и отпустили. Вот, например, в этот раз власть, чтобы не фиксировать задержание, возила людей на какие-то опросы по свидетельству в отношении какого-то дела и так далее. Все это фабриковали таким образом, чтобы не фиксировать задержание, чтобы перед международными организациями отчитаться таким образом, чтобы задержание не было видно. Так вот, у нас тысячи человек, тысячи людей получили эту прививку. Эти тысячи вернулись домой, рассказали своим близким, рассказали своим друзьям. Еще тысячи знают, что такое полиция и знают, как ей сопротивляться. Еще тысячи готовы, гипотетически готовы, потенциально готовы встретиться лицом к лицу с полицейским беспределом. Это говорит о чем? Это говорит о том, что страна меняться будет именно таким образом. Понимая, что мы сегодня готовы встретиться лицом к лицу с полицейским беспределом и все равно мы туда идем, на эти площади, естественно, такая страна не останется прежней. Я больше чем уверена, что критическая масса народа готова принять эти вызовы, она гораздо больше, чем мы себе представляем. Я больше чем уверена, что уже сейчас наших сторонников в разы больше, чем мы понимаем. Потому что тот протестный накал, он не может просто так держаться только на тех отдельных взятых кадрах, которые есть у нас сегодня на акциях протеста. Он чувствуется, он есть в воздухе и понятно, что не просто так людей выталкивают на площади, не просто так мамочки выбегают на встречи с Акимом и так далее. Просто потому что так жить уже невыносимо и об этом каждый из нас знает. Поэтому режим будет клонировать такие партии, такие организации сейчас со страшной силой. Они будут постоянно множить и создавать демократический фонд, создавать иллюзию того, что в стране можно создавать партии, создавать движения. Что в стране можно заявлять о создании политической организации, но при этом эта организация будет выходить с какими-то гражданскими требованиями. И таким образом Назарбаев будет стараться увести протестные голоса, увести политические требования куда-то вот в этот туман гражданских организаций, которые тоже будут якобы вести борьбу, тоже будут якобы организовывать людей на эту борьбу какую-то, на какие-то требования и так далее. Но путать их будут, этих людей и все требования, все, что будет возникать в таких организациях, оно как бы будет иметь пассивный характер. Но на самом деле нам все это только помогает. Я сейчас объясню почему. Даже создавая вот этих клонов, Назарбаев очень сильно помогает демократическому выбору сейчас, потому что он в борьбе с нами, он все время инициирует политическую повестку. Так или иначе все эти организации будут какие-то требования заявлять. Так или иначе все эти организации будут в рамках каких-то проблем существовать, двигаться и что-то требовать. Соответственно мы с вами тоже можем присоединяться к любым этим требованиям, используя нашу политическую повестку. Мы будем присоединяться, мы будем точно так же поддерживать любые требования, но с учетом нашей политической повестки. Таким образом страна будет политизироваться еще больше. Общество будет насыщаться политическими требованиями с большой скоростью. Потому что он сам сегодня что он делает, то есть сегодня по стране, то там, то там появляются организации, которые заявляют о каких-то требованиях. Во все эти организации приходят живые люди, во все эти организации собираются пострадавшие какие-то от режима люди, аккумулируются и так далее. И естественно завтра все эти люди потенциально станут нашими сторонниками. Потому что понимая, что топтаться в рамках гражданских требований бессмысленно, понимая, что режим ничего не будет менять, понимая, что этот режим вообще в принципе не способен измениться и стать другим, стать лучше и привести страну к успеху. Люди так или иначе, какое-то время побывав в заблуждении, придут к пониманию того, что нужно объединяться вокруг политических целей, вокруг политических задач. Рано или поздно, я вот сейчас отвечаю, что рано или поздно, конечно, люди во всем начнут разбираться, начнут понимать. Вот, например, сегодня Айдос Садыков заявил о создании своей партии Жусан. Он сообщил о том, что они объединились с Канатом Ибрагимовым, с Есергеповым Рамазаном. Ради Бога, все пускай объединяются, выходят, это укрепляет только политическую повестку нашу и укрепляет вообще в принципе политическую повестку общественную. А общество, оно стало настолько грамотным, что если кто-то где-то не туда пойдет, не туда будет звать, не так будет звать, не то декларировать, обманывать, вводить заблуждение, люди немедленно разберутся. Мы с вами видим, что это все стало происходить очень быстро. Любая организация, которая о себе заявляет, вспоминайте, да, вот в прошлом году я вела эфиры про брюссельскую капусту, они бедные еще вылететь в Брюссель не успели, а мы уже разобрались, мы уже поняли, что это за люди, зачем они, для чего. И сегодня любые их заявления о том, что они там в постназарбайский период постараются реализовать то-то и тот, они смехотворны, потому что каждый живет здесь и сейчас. Многодетной матери здесь и сейчас нужна помощь, нужно изменить подход к ее требованиям, чтобы у нее не спрашивали прописку, чтобы у нее не спрашивали лишних бумаг, чтобы ей просто по свидетельству о рождении ребенка выдали ту помощь, которой она нуждается. Но этого же не произойдет, потому что наш институт забюрократизирован, громоздкий, и он репрессивный, карательный, полицейский этот институт власти. И поэтому никто не может отменить такую простую вещь, как регистрация по месту жительства, никто не будет такие вещи отменять. Естественно, этим самым они будут создавать людям проблемы, а эти проблемы будут усугубляться и создавать проблемы режиму. Все будет по кругу происходить, нарастать и так далее. Поэтому, какая бы сегодня организация ни образовалась, ни случилось, люди очень быстро поймут, где настоящее, где зерно, где шелуха. Поэтому пройдет какое-то время и мы разберемся. Сейчас я считаю, что говорить об этом нет смысла. Я хотела сейчас передать слово Мухтару Аблязову, и у нас там есть тоже важная тема, она связана с выборами. И потом вернуться еще раз, потому что нам с вами нужно обсудить вопросы организационные по проведению митинга ДВК 22 марта. Я прошу прощения, вот так получается, что у нас есть технический сбой, и Мухтар Аблязов не сможет выйти сейчас в эфир, только что мы с ним переговорили. И давайте я продолжу тогда на эту тему, если никто не возражает, я думаю, что у вас просто нет выбора, вам придется слушать меня. Так что подождите меня, благодарите, я вот еще немножко вам хочу кое-что сказать. И давайте мы вернемся к тому, что у нас будут митинги, и что нам необходимо по этим митингам сделать. Вот сегодня в штабе сделали, так сказать, маршруты, проложили. И сегодня я бы хотела, чтобы мы сейчас эти маршруты скинули, сейчас я их попробую сама даже найти вам скинуть. И давайте мы начнем пока вот обсуждать вот этот момент, как, где, по каким маршрутам мы пойдем. Мы специально сделали вам свою сетку, для того, чтобы можно было от нее отталкиваться, и вы могли дать какие-то свои рекомендации, если мы сделали что-то ошибочно. Потому что пока шаблона нет, невозможно ничего продумать. Вот я сейчас попросила штаб, чтобы нам скинули сюда эти маршруты. Я вас прошу очень внимательно их оценить, у нас очень мало времени до 22 числа. Поэтому нам важно понять, как мы пойдем с этим шествием, с какими требованиями, в каком виде и так далее. И это надо делать как можно быстрее. Поэтому прошу принять активное участие, чтобы мы могли буквально завтра прийти к единому мнению. И уже начать делать ролики, плакаты, чтобы распространять это максимально, чтобы каждый мог знать, как, где и каким образом пройдут эти шествия. Еще вот чисто из организационных вопросов. Мы вчера распространили заявления европейских депутатов, которые нагло врут, нагло поддерживают пропагандистскую позицию Аккорды, Назарбаева. И делают эти заявления с экранов телевизоров, делают их в Европарламенте, вводят в заблуждение остальных депутатов. Но понятное дело, что так просто в Европе не ввести в заблуждение никого. Именно поэтому более 60 человек подписали резолюцию о том, чтобы освобождали и наших политзаключенных, и в отношении Айгуляк-Берды, и в отношении ДВК подписывались резолюции неоднократно. И по многим направлениям постоянно выходят какие-то резолюции о том, что у нас интернет ограничивают. И там есть определенная группа депутатов, которые постоянно поддерживают наше гражданское общество, поддерживают наши права и так далее. Но тем не менее, было бы правильно, если бы мы, допустим, в ответ на то, что говорит и в этой Григуле, о том, что замечательная программа по развитию аулов и так далее Назарбаевым предпринято, могли в сторону Европы адресовать видеоролики, как реально сегодня живет аул. Поэтому я прошу вас именно на мой адрес направлять сегодня эти видео живые, реальные, показать где, в каком месте вы это сняли. То есть снять реально, как живут сегодня в аулах люди, показать эти разбитые дороги, показать, что воду таскают из колонок, показать все эти неудобства, весь этот разгром. Но только вы, пожалуйста, присылайте видео, снимайте горизонтально, держа телефон, тогда у нас будет красивая картинка. И, пожалуйста, подписывайтесь, из какого региона видео это прислали, из какого аула, с какого поселка или населенного пункта прислали вы это видео. Мы таким образом дальше пойдем действовать. Мы сегодня собрали огромное количество подписей в адрес европейских депутатов, но мы еще и приложим видео и разоблачим Ивету Григули, окончательно покажем, что это лживый депутат, который ведет лживую политику, поддерживает режим Норсултана Назарбаева. Почему очень важно сделать это? Потому что 10 мая, когда мы с вами выходили к офисам Европарламента и протестовали против пыток, против того, чтобы в стране были политические заключенные и так далее, именно и в этой Григули возглавляла парламентскую комиссию, европейскую комиссию в Казахстане. Именно она постаралась сделать так, чтобы о правах человека не говорили в Европарламенте, чтобы вот эту тему замылить. Именно благодаря тому, что она заняла такую позицию как руководитель делегации, нам не удалось в полной мере тогда реализовать наши все требования. Хотя все равно, несмотря на то, что активно лоббировала Ивета Григули интересы Норсултана Назарбаева, мы смогли достучаться до европейских политиков, не все же там такие, скажем так, продажные люди, и показать им истинное лицо Назарбаева, показать, что были репрессии, преследования и так далее. По поводу шествий тут есть заблуждение. Смотрите, шествие это всегда в рамках дорожных правил, дорожного движения. То есть мы идем по тротуарам, мы не идем на красный свет, мы не нарушаем правила дорожного движения, мы идем по тротуарам вдоль дорог, вдоль основных магистралей и не нарушаем никаких правил. В этом случае мы не даем режиму возможности предъявить нам какие-либо требования, потому что, простите, мы не собрались на митинг, мы не встали, не объединились там под каким-то, на какой-то площади ничего не нарушаем. И мы идем по тротуару, поем песни, мы выглядим позитивно, мы красивые, мы все в синем, у нас синие шары, и мы ничего не нарушаем. И в этом смысле те полицейские, которые будут препятствовать нам, они будут нарушать наши права, они будут нарушать права шествующих, и им придется очень сложно доказывать, что они имели право останавливать это шествие. Я допускаю, что все эти маршруты могут быть ошибочными, я допускаю, что мы могли выстроить неправильные какие-то маршруты, некорректные. Поэтому я прошу внимательно все посмотреть, и по каждому городу, я сейчас прошу волонтеров, штаб, наших админов, активистов, лидеров ячеек, внимательно ко всему к этому отнестись, и все рекомендации, которые связаны с маршрутами, мониторить, тщательно собрать, тщательно проанализировать и сделать правильные маршруты, выбрать правильные маршруты. Для этого надо вести диалог именно в чате. Я понимаю, что единого мнения не будет. Кто-то будет предлагать одно, один маршрут, кто-то другой, поэтому надо будет выбрать самый оптимальный. Я прошу чат отнестись к этому очень серьезно, и если вы настаиваете на каком-то другом маршруте, обосновывайте максимально четко, максимально ясно, чтобы люди вас могли поддержать. Я вот согласна с автором, который утверждает, что надо выходить в открытую с синими шарами. Во-первых, действительно, мы за этот год очень сильно изменились. Во-вторых, действительно, надо понимать, что ситуация сейчас ломается таким образом, что режим нас боится больше, чем мы его. Никто со мной не сможет поспорить на эту тему. Нас режим боится больше, чем мы его, потому что мы все, так сказать, слабые стороны режима знаем. Мы знаем, насколько он предсказуемо действует. Мы знаем, как он будет действовать, что он будет делать, этот режим. Но они не знают, даже мы с вами не знаем, насколько велик наш сегодня потенциал. Они осознают, что это большой потенциал. Они осознают, что он каждый день увеличивается. Но они не осознают масштабов этого потенциала. И я думаю, что именно это пугает сегодня режим больше всего. И поэтому наша с вами задача выйти максимально открыто, пусть это будут голубые шары, пусть это будет синяя одежда, пусть все видят и понимают, что мы созрели для открытой борьбы, что мы созрели для демократических перемен, для того, чтобы выдвигать политические требования, что мы больше не гражданские активисты, что мы политические активисты, которые вышли с политическими требованиями. По поводу обычного человека, который сразу Бэтменом не станет. Вы вспоминайте, как вы вышли 22 марта. Просто мы все были новенькими, в том числе и я с вами, потому что тогда для меня это тоже было, все это новостью было, что это политическая борьба и так далее. И именно потому, что мы были новенькими, мы вот так вышли с голубыми шарами, не подозревая, каким может быть этот режим бессердечным, бессовестным и так далее. И люди думали, что мы же вышли с простыми вещами, мы никого там, ничего такого не говорим, мы не нарушаем законы, не нарушаем абсолютно ничего, мы просто вышли с голубым шариком. А режим из голубого шарика сделал символ политического протеста. Именно режим сделал это таким сильным символом и стал нас задерживать за голубые шары. И именно поэтому синий этот шар стал таким сильным. И поэтому я считаю, что сейчас уже, когда мы столько всего преодолели и когда у нас уже есть открыто сторонники, про нас не стесняются, не боятся ставить фильмы, писать картины, художники выставляются и так далее, да. Мы сегодня тоже можем себе позволить открыто и сильно выступать. И именно это привлечет на нашу сторону народ. Именно эта позиция делает нас большими и сильными. Потому что, когда люди будут видеть, что нас вот, что мы вот так открыто можем позволить себе такое сопротивление, они будут прирастать к нам. Сейчас очень важно сломать вот этот вот, так сказать, псевдо-барьер, который соорудила власть между нами и обществом, назвав нас организацией запрещенной. Мы сами будем поддерживать лживое утверждение власти, что мы экстремистская организация, мы далеко не уйдем. Если мы сами будем поддерживать требования режима не брать с собой голубые шары, то мы далеко не продвинемся. Поэтому синий цвет, который стал самым сильным, и синие шарики, которые стали символом политических перемен, это и будет как раз таки тем знамением для режима. И как раз таки мы этим самым добьемся того, что общество перестанет нас называть организацией запрещенной, общество перестанет нас считать запрещенной экстремистской организацией. И оно примкнет к нам. От нас это будет зависеть. Поэтому это самая-самая сильная агитация для наших сторонников, наш самый синий шарик. Мы же, понимаете, мы своими действиями, наш режим настолько утопичен, настолько абсурден бывает. И они могут даже такой закон вынести против шариков, понимаете. Вот давайте доведем их и до такого закона. То есть если они умудрились организацию, которая только появилась в виртуальном пространстве, назвать экстремисткой и запретить ее, они, конечно, могут додуматься и запретить синий шарик. Но этим они нам только помогут. Поэтому давайте не будем игнорировать наши шарики и будем их как орудие нашего протеста, символ нашего протеста брать с собой. Друзья, давайте не будем разводить вокруг этого споры. Безусловно, все синее будет усиливать наш протест, будет усиливать наше шествие. И синий цвет, в каком бы проявлении он ни был, он будет работать. Ясно, да, что все хотят более четкого синего. Поэтому синий шар или синяя какая-то верхняя одежда, она, конечно, будет иметь больший эффект. И тогда шествие тоже наше будет иметь очень позитивный, привлекательный вид. И мы этого должны добиваться, чтобы наши шествия были мега привлекательными. Поэтому, конечно, чем больше синего, тем лучше. Но какие-то ставить рамки, там джинсы не одевать, еще что-то не стоит. Давайте будем без рамок. Мы все-таки демократическое сообщество, и мы не будем людей загонять в какие-то рамки. Очень рада, что пошла дискуссия на тему маршрутов. Я понимаю, что завтра мы будем знать адреса маршрутов, и мы начнем действовать в связи с этим. И, знаете, у меня к окончанию эфира к вам такая просьба. Я хочу вам ее озвучить сейчас. Завтра 7 марта. Традиционно наша страна отмечает праздник 8 марта. Традиционно его все равно проводят везде. Несмотря на то, что я не являюсь сторонницей этого праздника, потому что я считаю, что в нашей стране он искажен. 8 марта – это день, в который люди, женщины, потребовали соблюдения прав женщин. И этот день о них, понимаете? Вот это о правах женщин, этот день. И советская власть его нивелировала, сделав женским праздником окончательно идею соблюдения женских прав, дискредитировав, понимаете? И она превратила это в какой-то тупой, нелепый женский праздник. То есть, понимаете, один раз в год можно отмечать праздник, что ты женщина. Поэтому я не являюсь сторонницей этого праздника. И поэтому я бы хотела обратиться к вам с таким предложением и просьбой. Давайте завтра мы вспомним всех наших женщин-борцов. Женщин, которые ведут борьбу с этим режимом. Женщины, которые пострадали от этого режима. В первую очередь, это родственники, близкие люди наших арестантов. Это их жены, матери, сестры. В первую очередь, это наши женщины, которые ведут борьбу неуклонно. Такие, как Айгуль Акберды, Майгуль Садыкова, Хафиза Халелова. И так далее. Давайте мы завтра вспомним о женщинах-правозащитницах, которые помогают нам в нашей борьбе. Бахаджан Таригужина и Елена Семенова. И давайте мы посвятим этим женщинам очень много слов, красивых открыток. И посвятим их именно от ДВК, от нашей организации, чтобы люди понимали, что в демократическом выборе Казахстана относятся к женскому протесту с особым трепетом, с уважением и так далее. И если завтра социальные сети будут наполнены словами благодарности именно к этим людям, к этим женщинам, борцам, воинам, я думаю, что это будет очень привлекательная и красивая акция ДВК, на которую, несомненно, обратит внимание общество. И самое главное, у нас появились в стране новые лица, женщины, которые вышли с материнскими протестами, женщины, которые уже пострадали от рук властей. Надо найти каждое лицо каждой этой женщины и сделать фото, поставить. Мы сегодня видели чудовищное видео, которое выставила Затых, что в Казаларде многодетных матерей даже избивали. Какая-то несчастная чиновница била по щекам, давала пощечины женщине, которая хотела встретиться с Акимом. Лично меня в ярость привело это видео. Я была возмущена до такой степени, я не знаю, вот мне хочется прям вот в таких случаях рвать и метать. Я не понимаю, как можно бороться с такими тупыми людьми, с такими отсталыми людьми, которые сами свой народ загоняют в такую яму. И поэтому я прошу вас помочь нам, потому что наша новостная группа 1612 не в состоянии охватить столько лиц, столько прекрасных лиц, которые не побоялись и вышли на эти протесты. И поэтому я вас очень прошу помочь нам. Даже если мы не знаем имен этих людей, давайте мы выставим эти фото и давайте мы всех их завтра отметим, потому что надо иметь очень много мужества, чтобы идти против нашего режима.